Надо мне, мне надо! И по этой линии машинка едет. Что-то выделяется. Ю-ху! Правда пахнет? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сейчас у нас будут новинки. Феликс Прайс. Я немножечко спешу, так что не буду сильно тратить ваше время. Быстренько покажу, что новенького я купила. Сколько всего прикольненького. Вот. И побегу, побегу, делай дальше дела. Так, взяла вот такую вот бумагу. Смотрите. Она вот такая вот красивенькая. Это я буду сегодня упаковывать в подарок для моей племянницы. У нее сегодня день рождения, 19 мая. Так, две я взяла, потому что подарок большой. Хочу его красиво как-нибудь упаковать. Цены, опять же, напишу здесь где-то, потому что я не помню, сколько она стоит. Так, майки. Я потихоньку выбрасываю данькиной майки, но, к сожалению, в Фикс Прайсе нету однотонных. Я бы взяла беленькую, серенькую, голубенькую, да, но нету. Есть только такие. Поэтому я взяла размер 30, 100% хлопок. И размер 28. Боже, 30 не нашла. Второй. Ну, пока ему нормальный. Такой и такой размер. Две взяла. Потому что они, знаете, как бы все равно затираются. А я хочу, чтобы Денечка ходила в свеженьком всегда и хорошеньком. Так, это в стирку кину. Так, взяла вот такие штуки. Тоже вам покажу. Пока что у меня некоторая обувь, которую я редко ношу. Она у меня там внизу, в шкафу, сзади которой, да. И мне прям, например, туфли на каблуках очень бы круто поставить сюда туфельку и сюда туфельку. У меня высота шкафа высокая, да. Хочется немного ввысь, чтобы не вот так стояли две рядом. Намного же экономии больше, чем вот так две рядом стоят. Или вот так они стоят. Оп. И сразу больше обуви туда можно запихать. Я взяла четыре штуки, они по 55 рублей. Достаточно прочные. Я как-то брала, по-моему, не такие прочные. Эти прям такие прочноватые. Ну и цвет красивый, светленький. Поставлю, покажу. В общем, вот так смотрится. Вот. Только обувь должна быть маленькая. То есть кроссовки уже такие немного громоздкие. А с высокой обувью, конечно, не помещаются. Дальше. Смотрите, что я взяла. Раз. Два. Это новые цвета появились. У меня таких цветов нет. А может и есть. Пудровенько такой какой-то бежевый. Пудровенько морской голубой. Что-то такое. Это раз. И еще я взяла вот так и вот так. Я взяла вот с такими ушками немножко. Лисичьи или какие, да. Ну это все на втором канале. Я же вам обзоры снимаю, да. Все время хочу, чтобы было разное. У меня этих повязок столько, что можно отдельное видео обзорить. Обзор уже снять на эти повязки. Еще вот такая была повязка. Я уже зашла в другой фикс прайс и увидела, да. Что это вместе все входит. И там как-то на узелок оно было завязано. Вот так. Вот такие вот ушки, да. А вообще мне еще подсказали, что можно сделать пучок. И эти ушки просто еще как заколку. Раз-раз. Потому что тут проволока. И клевенько будет держаться. Так что вот такая с ушками, она универсальна. На 99 рублей стоит. И вы можете ее как раз-таки использовать отдельно повязку белую. Отдельно замотать что-то красивенькое. И еще совместно. Три в одном. Вот. Ну а ушки вот эти мне понравились. Они такие, знаете, вот здесь молочный цвет внутри. А здесь такой припудренный персиковый розовый цвет. Классный. Так. Ну и вот эти по 77 рублей тоже надо мне. Мне надо. А у нас чуть-чуть другой оттенок и красиво. Так. А может быть нам закрыть окно? Так. Дальше. 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 Взяла вот такую вот умную машинку. Я взяла вообще две такие машинки. Одну машинку я подарю своему племяннику. Пусть он дома играет, да. А одну оставлю деньги. Будет тоже, думаю, интересно. Вообще это не новинка. Я как-то у дьяволины видела такую машинку. Но потом я ее в магазине нигде не видела. Тут, короче, фломастером рисуешь. Спряталась. Фломастером рисуешь линию. И по этой линии машинка едет. Стоит 199 рублей. Одну подарю, одну оставлю. Я думаю, Димке должно понравиться. Кстати, в фикс прайсе какой раз, блин, сыпется аж. Беру чупа-чупс. Денька берет его, просит. Мы выходим, садимся в машину. Я ему пытаюсь открыть. И не успеваю открыть чупа-чупс, как у меня отваливается палочка. И я уже один выбросила. Сегодня второй. И думаю, блин, надо проверять. Мама говорит, надо дернуть палочку как следует. Да, дергайте на чупа-чупсе палочку. И, конечно, я вот такой вот отдельный большой кусок я ему не дам. Облизывать или грызть. Или вот на палочке еще ладно. Но палочка должна быть крепкая. Так. Что еще, что еще? А, Настеный. Помимо того, что я ей там домик для кошечки, основной подарок, да, еще в этот домик я положу разных приколюшек. Во-первых, я положу блокнотик вот такой с мягкой вот этой антистресс-плюшкой. Еще есть арома. Пахнет шоколадом. Тут есть дырочка, и шоколадом пахнет. Вот. Туда же я положу ей вот такой вот наборчик. Заколочек стоит 55 рублей всего. Вот это 199, по-моему, стоит блокнот. Не помню точно цену, напишу здесь. Потом набор фломастеров вот таких вот 99 рублей. Она будет рисовать в своем блокнотике. Так. Всем деткам я по киндеру взяла. Знаете, мелочи приятные. Я любила всегда. Киндеры раз. Всем-всем киндеры все открывают. Интересно. Хоть даже потом эти игрушки я выкидываю все время, да? Шоколадку съесть. И сюрприз какой-то, знаете, вот классная идея. Вот кто придумал киндер-сюрприз, молодцы. Еще я взяла Skittles, попробую. Сейчас мы их в конце попробуем. Короче, кисломикс. Попробую радугу. А второй фруктовая корица. Вот это интересно было бы мне попробовать фруктовую корицу. Кислая я не очень люблю, но в конце попробуем. Также вачки это любит моя племянница. Это ей туда же в домик я положу. И папайя вот такая вот сушеная. Это мы сейчас в конце будем пробовать. Сейчас я вам все покажу, что я купила. И мы попробуем вам с вами славиться. Хотела еще сказать по поводу вот таких вот антибактериальных губок. Они уже открыты у меня, потому что я в прошлом видео вам показывала, девочки. Они воняют. Представляете? Вот когда я открыла, тогда вам показывала, я этого запаха не почувствовала. Потом, когда начала мыть, думаю, что за запах? Непонятный вообще. Ну, какая-то неприятная вонь. А оно так и не пахнет. У них вот так нет запаха. А начинаешь мыть или мочить, наверное, и что-то выделяется, какой-то запах. Не пойму. Ну, вот так не пахнет. Ну, от нее вроде бы. Напишите, кто пробовал такую губку. Не пахнет у вас? У кого есть, понюхайте, пойдите. Под водой только намочите, понюхайте. Может, от чего-то другого пахло? Ну, я, блин, убеждена, что это от этой губки. Я перестала ей мыть. Так. Ю-ху! Тренировочка. Я видела, у меня любашка. Как-то покупала такие. Но она покупала либо в УК, либо в Спортмастере, я не помню. Водичку сюда наливаешь, такие симпатичные гантельки. Есть разных цветов. Это зеленые, розовые, черные. И вот синенькие. Я хотела взять розовые, но там, где я брала, был один только гантель. Одна гантеля была розовая. Поэтому я взяла две синие. А сегодня в другой фикс пресс зашла. Там были розовые, все-все-все. Ну, я уже взяла две синие. Как бы много не надо брать, потому что вес один и тот же. 600 миллиграмм получать, наверное. А, тут главное, знаете, как и бутылка, и вода. То есть, вы наливаете водички. Ну, бутылка и вода, как бы два в одно. Ее использовать либо как бутылка, либо как гантель. Потому что, если мы... Ой, тяжеловато, надо отпить немножко, да, такая. Короче, вот такие гантельки. Две синенькие, тоже цвет красивый. Розовый-то поднадоел нам уже, правда? Так, взяла вот такие опять контейнеры 149 рублей. Потому что у меня все контейнеры заняты. И у меня есть еще сыпучие продукты, которые я хочу в этот контейнер положить. Мне очень нравится, потому что плотно закрывается. Очень мягко все открывается. Все видно, прозрачно, широкое горлышко. Большой ложкой залезть можно. Короче, вот мне прям нравится. Если еще понадобится, я пойду еще раз. Слава богу, сейчас в экспрессе их очень много. Так, смотрите, носки в стакане. Конечно же, я взяла две пары. Там были зеленые, белые и розовые. 99 рублей. Размер 38-39. 36-37. Блин, они еще разного размера. Ну ладно. 38-39 не подойдет. 36-37 мне тоже, в принципе, подойдет. Давайте понюхаем. Тут что-нибудь написано? С арома. Лимон. Белый это лимон. Правда пахнет. Так, носочки. Блин, они короткие. Ну почему они не подлиннее чуть-чуть? И они без силикошки. Они наверняка будут вот если в кроссовках, то будут спадать. Вот это вот интересно было мне. Что за носки там? Короче, они короткие, девчонки. И они без силиконки вот здесь внутри. Пахнут лимоном. Можно у кого ноги припахивают, да? Так, а здесь у нас розбери. Розбери. Это малина, да? Ну да. Блин, отчетливо малиной пахнет. Но они тоже коротенькие такие, чуть-чуть поменьше. Ну, в общем, вот такие носочки. Ну, прикольные, что, прикольные. Не знаю, стоят ли они этого или нет. Вроде нормальные. Так, моя котейка залезла прям под... Под одеяло, под покрывало. И там где-то шурудик, как, знаете, чужой. Еще я нашла, слушайте, они давно уже, а я что-то обратила внимание и поняла, что мне надо. Это вот такие вот штучки, они силиконовые накладки защитные, от удара в дверной ручке. А у меня как раз-таки вот эта вот крайняя дверца, я открываю, и она мне как раз, ну, ударяет стену. И я думаю, блин, что-то хочется силиконенького оттуда. Ну, чтобы не было видно этого. И как раз белый цвет, вот. Сейчас посмотрим, как оно крепится. Я прикреплю и покажу вам. Где-то у меня есть, возможно, я покупала уже, но я же не найду, понимаете. Вот такая беленькая штука, прям вообще идеально, по-моему, сливается с моей стеной. Здесь сзади отрывается бумажечка и приклеивает. Вот, все. Я думаю, не будет оно стучать. Сделаю, покажу. Еще здесь есть цветные, но цветные не хочу, потому что их будет видно. Слушайте, ну вот так наклеила. Конечно, видно, у меня стены белее, чем эта штука. Но в любом случае уже вот, уже я хоть могу, ну, бросать ее, да, и все. И прям вот на ручку. А то прям конкретно не кайф было. Ну, пусть пока так будет, не напрягает. Если что, можно ее даже покрасить как-то. Короче, девочки, херовая эта тема, если честно. Она отпадает. Я уже ее второй раз приклеиваю. Вот эта клейка остается, а вот эта вот падает и валяется. Она как-то плохо держится. Видимо, она от жары, может быть, знаете, типа раз и сползает. Ну, короче, она не держится. Фигня какая-то. Имейте в виду. Так, дальше. Дальше, дальше. Взяла набор кисточек, 5 штук. Это Деньки, у меня акварелька есть. Он очень любит рисовать. Он так сидел усидчиво и рисовал, я не знаю, минут 40, час, наверное, у сестры у моей. Я думаю, ну, и аккуратно рисовал. Он даже не испачкался. Представляете? Он даже руки не испачкался. Он очень аккуратно рисовал. Нарисовал 4 там или 3 картины. Супер, молодец. Вот ему за это кисточки будут рисовать дома. Денька, кисточки твои будешь рисовать. Аккуратно, Милка, вот там спряталась. Так, думаю, что за 100 рублей валяется. Это Денька с ящика достал. Бросил все. Так, еще вот такие вижу эконом. Антибактериальные влажные салфетки не оставляют липкого ощущения на руках. 50 штук в стоп бактерия. Вот такие новые. Надо обязательно сейчас жужжать, да? Так, достаю, понюхаю, как пахнут. Пропитан. Ой, спиртянные пахнут. Это хорошо. Есть ощущение, что они реально антибактериальные. Чем какие-то это, беру иногда пахнут. Так приятно, да? Эти хоть спиртом пахнут. Уничтожает 99,9% микроба. Салфетки влажные антибактериальные. Нетканное полотно, пропитывающее лосьоном состав. Вода. Из-за пропиловый спирт. И куча всего еще. Короче, алкоголь содержится. Так. Еще я взяла вот такие девочки макароны. Кстати, когда я выходила, лапша точнее. Когда я выходила, у меня охранник спрашивает, а вы пробовали эти макароны? Я говорю, нет, не пробовала. А что? Он говорит, да, я тоже вот взял, не пробовала еще. Короче, белые и такие коричневые. Короче, гречичные вот эти, а эти пшеничные. Ну, я думаю, что можно сделать супчик с лапшой попробовать, да, белые. А гречичные, ну, тоже можно, тоже супчик сделать. А можно отдельно попробовать их сварить. Я не знаю, конечно, как они отдельно будут. Короче, я это думаю, что можно сделать тест на второй канал. Либо во влоге здесь где-то будет. Я посмотрю, как лучше, ну, приготовить что-то и затестить эти макароны. Короче, вот такие есть. А кто их готовил, напишите, пожалуйста, в комментариях. Чего они там не разваливаются, какой вкус там, как готовятся, долго, недолго. Напишите. Так, две сладюшки еще у меня есть. Это, ну, это моя любимая такая штучка. Я люблю воздушный рис в стаканчике с кусочками, по-моему. Да, с цукатами. Вот. Мне очень нравится. Я не буду его пробовать открывать. Я его пробовала тысячу раз, но мне нравится. Я взяла. И хотелось мне что-то, знаете, такое арахис-изюм-карамель. Вот в такой упаковке. Это типа пикника. Пикник я тоже очень люблю. Сейчас попробую. Так, где наши сладюшки? Поехали. Начнем с папайи за 55 рублей. Папайя сушеная. Холодной сушки. Так, открываем. Ой, как-то я ее открыла, так что она не открывается. Запах. Интересный запах. Ну, похоже на папайю. Так, внутри вот такая вот вкусняха. Ну-ка попробуем. Состав. Папайя сушеная 94%, сахар 5,5%, регулятор кислотности, лимонная кислота. Консервант и оксид серы. И все. Ну, вкусненько. Правда. Прикольная штучка. И пахнет неплохо. И она такая кисло-сладкая, офигенная. Скитлз. Давайте первый попробуем фруктовая корица. Открываем. Так, пробуем. Беленькие попались. Две. Корица чувствуется отчетливо. Мне нравится. Классная, вкусненькая. А теперь кислый. Вообще кислый скитлз, по-моему, очень кислый. Как бы меня не скрутило. Похоже на M&M's, кстати. У кого изжога, пробовать нельзя. Слушайте, но он не такой кислый, как есть такие кислые конфеты, ужасные, которые я пробовала. Вот они пипец. Там не лизнёжек. А кислый скитлз, он такой терпимый. Так, ну и вот зебра. Давайте попробуем арах, если изюм карамель. Сейчас, наверное, кто-то в шоке, да, что я вот это всё намешала себе. Но мне же надо попробовать и сказать вам. Короче, выглядит внутри реально как... Как вы поняли, да, этот пикник. М-м-м... 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 Короче, всё очень-очень вкусно, бомбично. Всё, я побежала, малой меня зовёт. Мы готовимся к дню рождения Настюшки. Сейчас пойду всё упаковывать и помогать маме. Чуть-чуть надо приготовить нам. Надеюсь, мои покупки были полезны и интересны. Если так, обязательно ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. А также ссылка на мой второй канал, где некоторые точечные обзоры на мои видео. Люблю вас, целую. Точечные обзоры на моё видео. Точечные обзоры на некоторые продукты, которые я покупаю. Люблю вас, целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok